Дальше наша дорога шла вдоль реки Цезерлэк-Гол. Пересекли брод. В Самоне-Хатан мы остановились в Цайна-Газар на обед и специально заказали разные блюда, чтобы показать вам. Монгольская пища жирная и питательная. Она состоит по большей части из мяса и молочных продуктов. В первую очередь по обычаю нам подали чай. Чаще всего здесь заваривают зеленый чай, к которому добавляется молоко, соль, масло и даже мука. За все время нашего пребывания в стране мы попробовали множество вариаций напитка. Не всегда чай был с молоком, но абсолютно везде он был соленым. Тесто и мясо – основа ежедневного питания монголов. Фрукты и овощи для этих мест скорее экзотика. Больше на что можно рассчитывать – это морковь и лук. Начинка для цуйвана – лапши с мясом – обжаривается в Казани. По вкусу блюдо напоминает ленивые голубцы. Состав может варьироваться. Здесь, например, нам добавили картофель. Бузы – большие пельмени, сваренные на пару, с начинкой изрубленного мяса. Кушуры – хорошо известные нам чебуреки. Мясо для начинки тоже рубится ножом, как и для буузов. Разница только в обжарке. Все это готовится непременно на печке, которая топится, да, сушеным навозом. Мы заказали традиционную монгольскую еду. В одном кафе мы нашли все основные четыре вида продуктов, которые едят в забегаловках. Вот это традиционный суп с лапшой и мясом. Как пришел? Следующее блюдо – суйван, лапша с мясом, хушур – по сути дела это чебурек, наш аналог чебурека, и манты, по-монгольски бууз. Вот передо мной все основные виды продуктов. И запивают это все традиционным монгольским чаем с молоком. Весь обед нам обошелся в 25 тысяч монгольских тугриков. Это примерно 800 рублей. Вот монгольские деньги, они лежат передо мной. Тугрики или тугры. Самая крупная купюра – 10 тысяч, которые у нас есть. Потом тысячная купюра. 100 тугров и 50 тугров. Есть еще совсем мелкие купюры. 10 тугров – это, наверное, самая маленькая. К сожалению, монет нет, только бумажные деньги. Но достаточно красивые. Это знаменитое дерево, серебряное дерево, которое стояло в ханском дворце Монгольской империи. 4 тысячи, получилось 24 тысячи. И тысячу мы сложим из отдельных купюр. Вот у нас четыре сотни монгольские. Вот 500 у нас получилось тугриков. Вместе с десяткой. И 500 тугриков. И еще 500 тугриковая купюра. Итого мы получили 25 тысяч тугров, которые мы сейчас отдадим за ужин нашим хозяевам. Кстати, после этого обеда весь экипаж почувствовал ощутимое недомогание. Хотя стоит отметить, что это единственный случай отравления за почти месяц нашего путешествия. Хотя по большей части мы, конечно, готовили сами. В этих районах уже начали попадаться леса. Здесь располагается туристическая база с горячими источниками. Из-под земли бьет горячая сероводородная вода. Градусов примерно 60. Она собирается в бетонном бассейне и дальше по трубам течет в дома. Мы хотели было искупаться, но вода оказалась слишком горячей. Рядом с источником стоит деревянная обо. Стали в 7.15 в отличном настроении. Солнечное тепло. Ветер слабый. Переправились через реку Хойт-Тамир. На перевале, высотой 2052 метра, стоит обо с каменным основанием и деревянным верхом. Такие нам стали попадаться в лесистых районах. Внутри приношения и маленький барабан. В каньоне реки Тулутын-Гол по нашей информации должны были быть петроглифы. Но мы их не нашли. Зато удалось понаблюдать за весенними ухаживания пары воронов и за охотой орлов. Мы решили покормить птиц остатками трапезы. Развернулась нешуточная битва. Наши знакомые вороны тоже держались неподалеку. Контролировали ситуацию. На территории национального парка Терхин-Цаган-Нур в Аймаке-Архангай находится потухший вулкан Хорго-Ул. По пути наверх, вдоль тропы встречается множество маленьких обо, сложенных из базальта. Кратер примерно 200 метров в ширину и около 100 метров в глубину. Вокруг него раскинулось лавовое поле с провалами и пещерами. Лава, извергавшаяся из вулкана в 1922 году до нашей эры, перекрыла реку. При этом образовалось озеро Цаган-Нур. В районе вулкана Хорго-Ул сохранились обширные лавовые поля. Как раз за моей спиной находится одно из таких полей, в котором вскрылся провал, обнажил в древний лавовый поток. По этой пещере когда-то текли раскаленные потоки лавы. А теперь мы можем наблюдать остатки этого туннеля под открытым небом. Мы спустились вниз одного из лавовых каналов. За моей спиной мы видим его тупиковую часть. К сожалению, дальше лава застыла и туннель на этом закончился. А за моей спиной внизу озеро с ледником. Вполне возможно, что лед здесь сохраняется круглый год. Иногда в путешествиях попадаешь в необычные места. Часто это происходит на уровне ощущений. Эта огромная холмистая долина, усыпанная озерцами, осталась на моей полке воспоминаний о Монголии. Мирно пасущиеся стадояков, журавли-красавки, свой мир под бескрайним синим небом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин